Здравствуйте всем, мы с Одессы, у нас в стране, в Украине война, к сожалению, но дай бог, скоро она закончится победой нашей страны, действительно будем опять нормально жить, спокойно, благодатно, скажем так. Интересный ролик такой глобальный вышел на канале Салтаненко по поводу апокалипсиса. Как вот мы все знаем, что в космосе миллиарды всяких тел небесных, этих астероидов, которые могут упасть и большие проблемы сделать на Земле, скажем так. Второй момент у нас есть, особенно в Тихоокеанском бассейне, особенно, такие кальдеры, то есть подземные вулканы, под водой точнее находятся, если что, они могут вспыхнуть, взорваться настолько много там лавы, что мамой не горюй, как говорится. И надо понимать, самый интересный момент, о котором мы сейчас говорим. Сейчас много кто говорит о чем, о ядерной войне, которая очень сильно назревает, особенно со стороны России. И не дай бог, это произойдет, ответочка туда-сюда, и это будут такие цепные реакции, которые бог, но отцеплять не будет. То есть это все пойдет взрывание туда-сюда, это все цепная реакция вызывает кальдеры, кальдеры взрываются, еще сверху метеорит, Господь добавит, как Собода Могамора, и все. Это же, ну, здесь такой хаос творится, что, фух, мне говорится, будет жарко. А еще, если люди не будут готовы на самом деле, ну, в свое сердце, естество, к Господу, да, к Росу нашему, Иисусу Христу, тогда потом вообще и ад свежит. А это еще более апокалипсис, нежели все эти астероиды, метеориты, эскальдеры, и это все ядерное оружие вместе взято. Поэтому какой здесь выход? Только один принимать Господа, что за Христа своего Господа и Спасителя, служат за духовных людей, священникам, наставникам. И принимать Библию, Слово Божие, как главные источники, смирять свое сердце, направлять к Богу. Для того, чтобы наносительно будет от того, чтобы не попасть в рай. А в рай это что? Вот видите, как в Одессе красота, благодать, море, райствование. Класс. Только в раю это будет так же и только во много раз лучше. И, как говорится, тут уже сами понимаете и думаете сами, решайте сами, как вы хотите, апокалипсис или такая же благодать, которую вы дали на спиной. Поэтому всем желаю по-настоящему принимать Иисуса Христу в свое сердце, стремиться к Божьему, Библию ставить за главный источник своей жизни и действительно тогда готовить свое сердце к всем этим событиям, которые будут точно. Вопрос только во времени, когда. Конечно, мы хотим, чтобы это было не сейчас, но мало ли. Поэтому всем Божьего Духа, настроя и Божьего Благословения. И да, и очень интересный такой факт того, что все эти астероиды, за которые говорится, да, и ученые, Бог показывает даже через ученых, что на самом деле подготовиться мы уже не успеваем, потому что в 29-м году, если посмотреть вообще на протяжении всех, всего человечества, всех лет человечества, астероиды, они падают на планету, и это все в истории есть. И если это было, значит, оно и будет. И покажено то, что вот эти астероиды, они названы в честь богов, людских богов человеческих, например, как Эрос, например, есть какие-то идолы у человека, и как и в Библии описано, они падут, они падут прямо на людей. И все идолы падут, а Бог должен быть на первом месте, тогда мы уподобимся избежать гнева Бога. Потому что если гнев человеческий, как мы видим в войне, он большой, этот гнев, и еще и незаслуженно на другую страну, то гнев Божий на ту страну, которая нападает намного больше. И даже когда гремит гром, то мы подскакиваем и понимаем, что гнев Божий намного страшнее. Поэтому всем нужно покаяние, всем нужно исправление, и чтобы мы действительно могли быть Божьими детьми, а не этого мира, не держаться за этот мир, а действительно держаться за Бога. И тогда Бог, Он нас спасет. Если мы будем в ковчеге спасения, это в Церкви Божьей, поэтому подписывайтесь на наши каналы, чтобы знать истину, не быть во лжи и быть учениками Иисуса Христа, которые и есть семья Божья. Поэтому благословляем вас, друзья. Оставим полное видео под нашим видео, будет полное видео. И также, если остались вопросы, пишите нам в Facebook, внизу будет тоже ссылочка. Всем благословений, пусть Бог вас хранит и оберегает. Аминь.